книга про теория геннадия фаста в бога богатете проповеди 2020 год чудеса память святителя николая архиепископа мирликийского чудотворца сегодня святая церковь празднует перенесение мощей святителя и чудотворца николая из мир ликийских в баре этот святой поименован чудотворцем почему есть чудеса и каково их значение чудеса это не какие-то экстравагантные явления может быть фокусы которые призваны поразить воображение человека с нести с него шляпу очень удивить поразить и может быть таким дешевым способом приобрести себе последователей все это было бы совершенно недостойно бога мы восклицаем ты если бог творяй чудеса един боже почему же ты творишь чудеса божьи чудеса это божие присутствие в этом мире чудеса чаще любит простой народ и над ними посмеивается ехидничает элита интеллигентные люди так все-таки для чего чудеса чудеса это божие присутствие чудеса которые являют нам божие присутствие бывают разные бывают чудеса бога творца бывают чудеса бога промыслителя а еще бывают чудеса особые чудеса бога творца чудеса это ничего необычного ой какая сегодня чудесная погода как ты себя чувствуешь прекрасно это чудеса бога творца это не то чудо когда происходит что-то необычайное а когда происходит нечто естественное однако это естественное ему не может нас оставить равнодушными мы удивляемся поражаемся как чудесно как замечательно как прекрасно бог сотворил этот мир красота вечернего солнца когда все деревья и вся тварь как бы немножко склоняют головы будто отчитываясь пред богом за прожитый день и наоборот наливающаяся сила раннего утра когда все готово пройти предстоящее поприще это божие чудеса известно известно что по чудесам избираются иногда места храмов монастырей один подвижник божий это был правда не святитель николай о нем сообщает что когда он пришел в некую местность то нашел ее очень красивый он так восхитился тамошней природы что ради утешения братья решил именно здесь поставить обитель вот то тоже чудо нет никакого сверхъестественного столпа огненного никаких глазов свыше загадочных звонов ничего не было сама природа и есть чудо божие сердце чуткое ощущает божье присутствие в его творение бывает иногда такое диво ну знаете какая-нибудь тропическая птица с ее невероятным оперением прямо таки причуды творца казалось бы для чего это все а вот не для чего просто красиво это божие чудеса это божие присутствие в этом мире как и в тот настоятель монастыря так и бог иногда просто хочет дать нам некое утешение некую радость смотрите как все красиво бывают через а бога промыслителя эти чудеса замечает человек над ними правда скептик опять-таки иронизирует и не приемлет их не желая принимать это такие чудеса когда по молитве праведника события выстраиваются в такую удивительную цепь что происходит нечто необычное хотя кто-то скажет это все с течения обстоятельств известные жизни святителя николая чудотворца когда он пригласил к себе стратилатов военачальников непотиана урса и герпелеона беседу священника и его начальников неожиданно прервали к архиепископу прибежали жители мир с известием что правитель арестовал трех неповинных горожан и приказал отсечь им головы святитель николай бегом спешит туда встречает каких-то людей на пути что вы слышали да видели что их уже повели и вот запыхавшись он едва едва успевает уже весь город собран осуждены с покрытыми головами склонили свои головы на жившие палач заносит меч святитель николай в порыве своего милосердия но и в ярости вбегает туда хватает меч вырывает его палача и идет обличать правителя это была такая сила что никто и не мог противиться удивились те три царских воеводы надо же что у них тут делается в мирах ликийских и не знали как скоро это всем им понадобится они возвращаются столичный город за деньги на них клевещут и тоже приговариваются к смертной казни в ночь накануне казни царю снится сон и в эту же ночь те три воеводы вспомнили епископа из небольшого города мир реликийские и так молились бог николая помоги нам его царю в эту же ночь снится сон является святитель николай и повелевает отпустить незакон осужденных а правителю который их сдал тоже является во сне святитель николая когда утром стревоженный государь и правитель этот встречаются выясняется что у них один и тот же сон они даже подумали что те осуждены на них какие-то чары навели но когда им рассказали о святителе николая устыдился государь разобрался в деле увидел что они были оклеветаны и освободил их вот это чудеса промысла божия здесь не раступилась вода здесь не не спал с неба огонь ничего такого чтобы физику не вписывалась кто-нибудь скажет вот так события выстроились до выстроились это говорит о том что все события в нашем мире и правда выстраиваются не просто самотеком а так как о том задумал промыслитель бог это второй вид чудес это чудеса божественного промысла и о таких чудесах святителя николая можно бесчисленно свидетельствовать когда действительно только призывается имя угодника божия как-то все так складывается что и билет получил и вовремя что-то подошло и вовремя кто-то подошел все складывается и все вопросы решаются это тоже чудо это присутствие божие в нашей жизни это означает что наша жизнь это не просто бессмысленное движение вперед назад вверх и низ а это нечто осмысленное богом и вот уже третий вид чудес это когда побеждается естества чин это уже не красота природы не чудо творения божия это не удивительное стечение событий когда господь слышит а это когда уже нечто физику не вписывается в мир оклехийских где жил и святитель николай в тот год случился великий голод один итальянский купец уже снарядил богата хлебами свои корабли только они должны были отправиться совершенно в другое место ночью ему во сне является святитель николай и говорит что бы этот хлеб был направлен в мир или киски там голод там нужно утром купец просыпается и вспоминает сон да чуть что не приснится вдруг смотрит свою руку открываете а там три золотые монеты вот это уже когда побеждается естества чин в таких чудесах бог действует сам непосредственно здесь не красота его творения здесь не удивительное направление вопу пробыслом тех обстоятельств которых оказался человек а здесь он действует сам и ему неважно это совпадает законами ньютона и других или не совпадает ему это совсем не нужно он творец когда хочет все творить может и вот он творит откуда эти монеты взялись но так тот что корабли и правда были перенаправлены в мир реликийские население голодающего города было спасено да и такие чудеса есть именно святитель николай чудотворец отмечен многими чудесами такого рода когда бог сам властно входит в нашу жизнь и делает то что он хочет вот таковые чудеса чудеса творца чудеса промыслителя и чудеса его самого когда он действует сам во всем этом божественное присутствие в этом весь смысл то что наша вера это не просто какая-то философия это не просто какая-то нравственность некая этика а может даже и политика наша вера это наше общение с тем кто реально присутствует в этом мире и реально присутствует в нашей жизни и реально участвует в наших делах это действительно чудо и это действительно чудесно молитвами святителя николая пусть божие присутствие пусть бог един творящие чудеса будет в нашей жизни пусть наша вера будет не просто воспитание в нашем не просто умозрением нашим а реальным божиим присутствием в нашей жизни аминь